Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Программу, где мы разговариваем о любви, о ненависти, о гармоничных отношениях, о конфликтных, о всем том, что присутствует в нашей жизни, наверное, ежеминутно, ежесекундно. И говорим мы об этом с врачом-психотерапевтом Алексеем Зотовым. Меня зовут Елена Бубнова. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Заслушался прямо, как вы начали, забавно. Сразу подумал, что если говорить о психотерапии, то категории любви, любовь очень редко встречается. Ну, в медицинской, по крайней мере, парадигме. Ну, ненависть почему-то чаще. О любви, как о, наверное, сложно, как о сложном таком чувстве, несводимом, если его не сводить к эротическому полюсу, к какому-то родительскому полюсу, да. Вот. Так вот, в широком контексте. Я вот даже думаю, если международную классификацию болезней посмотреть, какого-нибудь 10-го или 11-го пересмотра, мне прямо интересно, есть ли там слово «любовь». Тогда вам будет домашнее задание, Алексей. Подготовиться к следующей программе. Не обещаю, что я выполню. Это два больших руководства, достаточно занудных, потому что это не романы. Может быть, в электронной форме через поисковик. А, ну, можно, да. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Судя по всему, мы начали. В прошлом программе нам звонила Елена, и ее история, ну, крутилась вокруг того, есть ли моя вина в том, что произошло, нет ли. Но она там также затронула, мне кажется, тему очень интересную. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Раз уж мы начали о любви немного, может быть, мы об этом поговорим? Может быть, да. Давайте попробуем. Может быть, наши телезрители нас каким-то образом скорректируют, может быть, выскажутся. Вот. Ну, я не знаю, кроме того, что я встречаю категоричные мнения по этому поводу. Категоричные, да, и категоричные нет, или только нет, или только да? Да, именно так. Алексей, вы как-то в анекдоте, вам кто больше нравится, блондинки или брюнетки? Да. Так живы, я вам предлагаю на выбор или-или, вы говорите, да, вот именно такое и встречается. Именно такое и встречается, потому что это и формулируется так, или-или, или бывает, или не бывает. Кто-то говорит, бывает, кто-то говорит, не бывает. И я обычно в таком разговоре паникаю, и я сейчас после вашего вопроса думаю срочно, куда нужно вырлить, потому что разговоры абстрактные, а это один из абстрактных вопросов. Возможно ли дружба? Бесконечно можно об этом говорить и ни к чему не прийти в смысле конечных выводов. Подтверждая или опровергая эту гипотезу, что дружба возможна, можно привести кучу что-то одних примеров и такую же кучу других примеров. Мне нравится, что люди сами для себя конкретно на местах решают этот вопрос. Кто-то организует дружеские отношения, кто-то не организует. Как это, что именно за этим имеется в виду, как это выглядит. Я в данном случае еще больше, наверное, скучаю или начинаю грустить, когда люди, определив, как это у них, начинают в чужой монастырь приходить и говорить, да, раз у меня это так не может быть, раз я не дружу с женщинами, значит и вы никто не должны дружить. Или раз я не дружу с мужчинами, невозможно это, да, значит и вы все. Но это совсем категорично или там есть какие-то аргументы. Поэтому то, что Елена воспользовалась такой категорией в прошлый раз, таким описанием, ну, просто создает нам определенную дверцу, чтобы, возможно, давала определенную дверцу, чтобы, ну, как-то это прояснить. У нее там много всего она сказала в прошлый раз, вот, что, ну, может быть, было бы интересно рассмотреть. По вашим каким-то ощущениям, переживаниям, нам есть что-то говорить после прошлой программы? Да, ну, наверное, пока, по крайней мере, у меня все как-то улеглось, острых каких-то вещей не было. Может быть, если только Елена снова отзовется, как-то продолжит эту историю. Вот, единственное, о чем я думал, это о том, о чем в прошлый раз сказал, о скорых, достаточно скорых таких выводах, где люди, хотя и такое бывает и в литературе, и вот я сейчас вспоминаю фильм, я не так давно смотрел один из новых, да, где друзья вот дружат, дружат, дружат там десятилетиями, а потом в один день раз и перестают дружить. Почему они перестают дружить? Чего там происходит? Один друг решает, отгораживается, другой пытается выяснить. Мне кажется, я догадываюсь, о каком фильме вы говорите. Да, ну, может быть, и наши зрители смотрели. Вот, и, ну, суть в другом, и в супружеских отношениях так же бывает, и в каких-то, ну, вот, наверное, так, да? Да, и единственное, что можно предположить, что, наверное, это были какие-то очень важные фундаментальные отношения, они кровоточат, они болят, и человеку нужно срочно, быстро что-то с этим предпринять. Реальность обычно заключается в том, что срочно ничего предпринять не удается, и человек вступает в новый период своей собственной жизни, где он уничтожится. Наверное, оказывается, что желание очень быстро, скоро прервать отношения, оно поддерживается иллюзией, что вот, если я все это прекращу, то отношение закончится. Но жизнь чаще всего показывает, что отношения так быстро не заканчиваются между людьми. Я вообще думаю, что отношения не заканчиваются. Ну, я из, мы уже об этом говорили, я сторонник такой точки зрения, мне кажется, она продуктивная. Если мы говорим о психологии, если мы говорим о разборе любых проблем, вот я сейчас перекину, например, проблемы детско-родительские, там, когда приходят родители и говорят, у меня с моим ребенком нет никаких отношений, ну, то есть он меня не слушает, он меня ни во что не ставит, он там, значит, в школу не хочет собираться, он на меня ругается и так далее. То есть нет отношений, это в смысле нет прежних каких-то отношений или нет отношений, которые сам родитель считает отношениями, ну, когда они могут посидеть, поговорить. Мне нравится точка зрения, что отношения всегда есть. То есть драка – это тоже отношения, борьба – это тоже отношения, люди сели друг к другу спиной и развернулись – это тоже отношения, десятилетнее молчание – это тоже отношения. У меня пример, я сегодня тоже думал, о чем мы можем говорить. Я вот вчера на своей страничке написал, но я как-то обдумывал эту ситуацию, она частая просто, перекину мостик, приходят, ну, женщины чаще об этом говорят, когда эмоций много, переживаний много, они говорят, вот я не могу с моим супругом поговорить о чем-то, да, то есть я не могу ему сказать там о своей обиде, я не могу ему сказать о том, что он перестал на меня обращать внимание, что я не чувствую его любви, я не чувствую его внимания. Я вообще не знаю, может быть, у него кто-то другой появился, раз он ко мне охладел. Ну, там масса каких-то вопросов возникает. И на мой вопрос, а вы откуда, ну, все это знаете, вы как-то с ним разговаривали, я слышу, частый ответ, мы не говорили, потому что он не хочет говорить. То есть, либо он говорит, я не вижу смысла, либо… Опять ты со своим. Да, опять ты со своим. Своими этими разговорами, я чувствую. Да, вот опять это, ты мне начнешь, значит, мозги выклевывать все. И один из оригинальных вариантов, когда уже эта женщина, моя пациентка, он говорит, иди к своему психотерапевту, вот с ним там обсуждай свои эмоции, у тебя, слава богу, есть с кем, вот не со мной. И вот она приходит. И то, что касается отношений, говорит, я не могу их выяснить. Но при этом, вот, как я… Муж говорит, мои отношения абсолютно прозрачные, я свои отношения показываю делами. Ну, это очень часто… Я тоже прочитала ваш текст, поэтому я вам помогаю его воспроизвести. Это очень часто так, и я скажу, что для мужчин это свойственная точка зрения. С этим я часто встречаюсь в связи с этим, не так часто, или реже мужчины, как, на мой взгляд, в связи с этим, реже мужчины приходят говорить о себе. То есть они скорее пойдут что-то делать, рыбачить, выпивать, париться в бане, считая это своей психотерапией, да. Я сейчас не буду сравнивать, лучше это или хуже. Вот, вербализация – это что-то либо иногда для слабаков, либо для… ну, в этом во всем непонятно, в этом надо разбираться и так далее. Вот, но при этом, если смотреть на отношения, вот я почему нырнул в этот пример шире, и считать, что неречевые взаимодействия – это тоже отношения. Мытье посуды на кухне, расстановка стульев, то, как стоит обувь, то, как супруги утром расстаются, вечером встречаются. Очень часто стереотипными, какими-то повторяющимися автоматизированными действиями, они как будто дают друг другу понять, что все по-прежнему, да. Там, он меня целует, когда уходит на работу, и целует, когда возвращается, да, и так длится там несколько лет. А потом он пришел, да, и пришел, и не поцеловал меня. И то ли он забыл, то ли он не забыл, но я это заметил. И, в общем, в связи с этим, но это в любом случае какое-то сообщение. Вот, ну, может быть, это профессиональное искажение, но, на мой взгляд, оно, я сейчас про себя, но оно хорошее, оно продуктивное искажение, когда у тебя, как у носителя такого мышления, возникает возможность замечать и задаваться вопросом. Ну, не сильно, может быть, по этому поводу грузиться, как сейчас говорят, да, ну, выстраивая какие-то, ну, по крайней мере, задаться вопросом. Да, вы что-то сказать хотели? Да, мне пришло какое-то воспоминание. Интересно, во время наших разговоров, разговоров здесь возникают какие-то ассоциации и давно забытые моменты. И вспоминаю, вот, молодость, общение с подругами, где встреча с парнем, выход замуж, желание какой-то стабильности, и вот эти все повторяющиеся действия, ну, можно сказать, однотипные, поцеловал, уходя на работу, да, поцеловал, приходя с работы. Они сначала вызывают ощущение стабильности, но когда они становятся все дальше, более постоянными, они уже кажутся рутинными, и в них нет тех эмоций того огня, что раньше, и это попадает под анализ. Вот что мне хочет этим сказать? Вот он меня обнял на три секунды дольше или совсем не обнял, а только чмокнул и дальше пошел? Ну, все верно, этот вопрос, он же возникает, наша любовь стала уже рутиной, соответственно, она рутинизировалась, да, превратилась во что-то автоматизированное, как я уже сказал, да, запрограммированное, зарегулированное, и от этого осталась оболочка, или там остались какие-то чувства, и, ну, это хочется проверить. Может быть, обоим супругам хочется проверить. Но я вернусь немножко к этой мысли, что когда та женщина, о которой я говорю, рассказывает мне, что она не может поговорить со своим мужем, я думаю о том, что она каждый день, ну, когда они вместе, даже когда они вместе, когда она ему, например, отправляет смс или там звонит вовремя или не вовремя, по какому-то поводу, да, например, что мы будем есть на ужин, ведь у этого сообщения прагматического, прагматичного, что мы будем есть на ужин, есть, ну, как минимум, как мне кажется, еще вторая, второй эшелон сообщений, ну, например, мы будем есть вместе, да, то есть это очевидно, и это не оспаривается, что мы будем есть на ужин, потому что он же может написать, А вообще у меня на ужин не будет, у меня там по работе какие-то дела, да, и мы сразу из общего ужина переходим в раздельный ужин. Он где-то будет в одном месте ужинать, она где-то будет в другом месте ужинать. То есть это постоянное общение, кто кому протирает обувь, когда грязно, кто идет, я не знаю, заводить машину и так далее, и так далее. Я не соглашусь с вами, Алексей, в каком плане, даже если женщина научится анализировать в таких вещах протирок обуви, мытье посуды после себя или задавание вопросу, что мы будем ужинать, ну это не заменит желание женщины поговорить и выяснить именно про чувства, чтобы они были вербализованы, названы словами. Я соглашусь, но я немного о другом говорил. Не заменит, но когда женщина подходит к мужчине и говорит, я бы хотела с тобой поговорить, и слышит вот те слова, которые вы уже обозначили, она приходит, например, к психотерапевту и говорит, я не могу с ним поговорить. То есть мой пример о том, что этот разговор существует не в том смысле, что он достаточный, ну успокойтесь тем, что вы садитесь и ужинаете. Ну вот здесь я сейчас гладко вам не скажу, но я думаю, что это в эту сторону можно подумать и найти выход каждый раз или свой путь, что этот безмолвный разговор, этим безмолвным разговор, этот безмолвный разговор тоже можно направлять. Вот что я хочу сказать, да. То есть его тоже, пример, который я вспомнил, она не моет его тарелку, и он начинает разговор, он говорит, а что это ты не помыла мою тарелку? Ну то есть я хочу сказать, что у каждого из супругов есть возможность спровоцировать этот разговор, ну пододвинуть друг друга к этому разговору. Ну например... Немного разорвать рутинность и добавить спонтанности. Ну или хотя бы притормозить рутинность, и это будет ситуация, где кто-то из супругов озадачится. Это мне сейчас напомнило историю, когда мы вспоминали, не помню, там, мать и сына, или мать и дочь, неважно, где взрослый ребенок ничего не делает дома, а мать все время там за ребенком, ну все время что-то делает, там, не знаю, убирает в его комнате, там, еду ему готовит, еще что-то. И вот, по-моему, тоже был один из вариантов, когда уже матери, ну надо перестать что-то делать, что вошло в такую привычку. И это, конечно, там парадокс-то обычно такой, что такая мама, если уж вот так немножко образ делать общим... Нет, я, наверное, не образ, а модель взаимодействия, модель поведения. Модель – это общий образ, на мой взгляд. Как только мы говорим о модели, мы говорим о моделировании, то есть мы уходим от индивидуальности и приходим к каким-то общим моментам. То, конечно, она задается такая мама вопросом, как одновременно мне перестать убирать, ну сделать так, чтобы он убирал, и не переставать. Потому что, ну если я сегодня перестану убирать, завтра же он не начнет. Это не взаимосвязанные моменты. Завтра он не... ну он зарастет грязью. Мало того, ведь в этой уборке опять есть те самые сообщения, которые иногда мы на консультациях пытаемся озвучить. Ну что таким образом сообщает мама? Ну, например, я по-прежнему о тебе забочусь, я по-прежнему хочу, чтобы ты чувствовал, что ты мне нужен, что я тебя люблю. Ну, то есть как... это может быть прямая просьба, если бы вы свои слова, если бы вы свои действия перевели бы в текст. То есть если бы те руки, которые держат швабру и моют полы в комнате сына, если бы они, ну, писали ручкой или печатали на компьютере, что бы они, ну, в этот момент напечатали в момент мытья полов? Я хочу, чтобы у тебя было чисто, чтобы ты не был грязным, чтобы ты... вот. Вы не знаете, я не знаю. У меня такой перфекционизм, что я в принципе не могу, когда грязно по квартире, и я помою у всех у себя, если еще соседи пустят, и у них заодно. Ну вот жена, которая... Это штука, перфекционизм – это разговор в первом приближении. Мы вполне можем двинуться дальше, не будем сейчас это делать, потому что я слышу, но от этого вполне... Да, она может сказать, я просто люблю чистоту. Но это не имеет никакого отношения к сыну. Мы договорились, что отношения всегда есть, и мы начинаем их искать. А какое отношение имеет к сыну то, что вы моете сейчас? А почему вы моете именно тогда, когда он дома, а не когда его нет? Он же иногда уходит. А почему вы не стучитесь? Да, вы можете сделать то же самое, но постучаться. А что это я должна стучаться? Мы же в одной квартире живем, это же моя квартира, да? А я вообще не привыкла стучаться. Или у него все время открыто? Ну, там масса, может быть, вопросов. Вот, Данна. Возвращаясь к супружеским отношениям, жена не помыла тарелку, да? Чтобы разорвать некую рутину. То есть у нее же тоже может быть тревога, если... Ну ладно, я не помыла тарелку, это сработало. Но если я перестану ему наглаживать рубашки, там... Ну что еще, я не знаю, там... Не знаю, какие еще домашние дела разные, в которых выражается забота о супружеском. Другие она перестанет делать, чтобы вывести его на разговор. Но она же может тревожиться, если я перестану заботиться. Он захочет уйти к той другой, про которую она думает и тревожится. Мы сейчас от лица женщины, но, возможно, я не знаю, я думаю, что... Точнее, я знаю, и я не знаю, что конкретная женщина скажет. Я знаю, что это может быть целый хор и целая палитра обсуждений. Вообще, когда я вас сейчас слушал, я думал, что иногда в этом плане отношения похожи на обмеление какое-то. Ну, например, она... Если мы про женщину, раз уж так вышло, да. Ну, вы предложили героиню. Да, вот. Она там что-то... Мы ведь хорошо помним иногда мелочи, да. То есть вот и мужчины помнят мелочи, хотя мы не всегда это можем озвучить. Мы не всегда желаем выглядеть мелочными, да. Но ведь если она его целовала утром, а на следующее утро не поцеловала, возможно, он тоже запомнит. Но не подаст вида, да. Запомнит. И вот эти вот какие-то нюансы, какие-то маленькие ходы, из них очень много складывается. И иногда наполняется целая чаша из этих маленьких ходов. Иногда такое впечатление, что супруги друг другу помогают эту чашу наполнить, чтобы она вылилась. Потому что когда это все на донышке... И они смогли поговорить не только о мелочах, то есть эти мелочи, как входной билет, ну, выяснение отношений. Ну, например, супруга говорит, слушай, а почему, ну, почему у нас вот так, говорит супруга? Мне рассказывает. И она мне рассказывает с удивлением, что она вдруг слышит для нее ни с того ни с сего после, там, 15 лет брака. Муж ей говорит, ну, если мы разведемся, ты... Ну, она говорит, почему там что-то мое, вот, ну, там, поставили в угол? Он говорит, ну, слушай, если мы разведемся, ты можешь ставить свои вещи куда хочешь. И это сообщение, которое она не знает, как воспринимать. Ну, конечно, в этот момент Земля может из-под ног уйти. Он хочет со мной развестись. Что вообще произошло? О чем речь? Речь шла о кружке, и вдруг из кружки вырос разговор о разводе. Тут нужно очень постараться, чтобы проложить внутри самой себя, в своих мыслях. А этот скачок сразу происходит, да? Перепрыгнули от кружки к разводу. И на вопрос, слушай, а при чем здесь развод и так далее, разговор не обязательно может случиться. Но это какой-то такой стук, где супруги друг к другу стучат и чего-то хотят сообщить. Но это всегда, вот так я сейчас, может быть, эту часть общую, которую мы с вами нарисовали, вылепили. И в целом моя-то задача не общую картину какую-то создать, а поговорить опять об особенностях, о, ну и можно сказать, о закономерностях, как эта коммуникация выстраивается. Что она выстраивается не только словами, она выстраивается действиями. И иногда она подпирается словами, неожиданно. Как будто люди об этом разводе говорили уже, но говорили не словами друг к другу, а говорили, я не знаю, прикосновениями или их отсутствием, взглядами или их отсутствием, да? Да, планированием совместного отдыха или планированием разделениями. Ну, понятная идея, да? Они как будто об этом говорили, а потом это всплыло на языке. Но всплыло из ниоткуда, а всплыло из контекста. Но если человек, супруг или супруга за этим как бы продолжающимся разговором не следил, то это для него неожиданно. Ну, как будто читал газету муж, и жена отвлекла его от газеты фразой «Я ухожу». И он газету опускает и говорит «В каком смысле? Куда ты уходишь?» Она уже с чемоданами и с детьми говорит «Я ухожу к маме». И он шокирован, он говорит «А что произошло вообще?» Ну, она уже закрывает дверь там. Вот. И, вероятно, этот разговор уже шел давно, но он шел не словами. Вот я о чем, да? И возвращаясь, ну, то есть мы здесь переворачиваем разговор. Мое желание было с той женщиной, о которой я вам говорил, поговорить о том, что разговор есть. О том, что фраза «Мой муж со мной не говорит» она не очень состоятельна. Он все время говорит, и вы с ним все время говорите. Вопрос, что вы ему сообщаете, и что он вам сообщает, и как вы понимаете друг друга. Вот о чем, вот к чему я, к какой конструкции вел. В этом смысле отношения, закончу эту часть, в этом смысле мне нравится идея, что отношения все время есть, смотря как их воспринимать. Ну, я слышу вас таким образом воспринимать отношения, это учиться, не знаю, считывать знаки, символы какие-то, анализировать и, ну, какие-то метки для себя внутри ставить. Вот он там меня посмотрел, поддержал, помог пальто одеть, не знаю, там, дверь открыл, подогрев сиденья включил. И пусть он молчит, но он обо мне заботится. Вот мой вопрос, наверное, такой, научившись анализировать, как не закопаться в этом, как найти золотую середину. То есть, ну, невозможно же все время быть в тревоге и в контроле, вот чтобы следить за своим супругом или супругой и вот эти вот только вот заполнять эту табличку, вести учет. Елена, а я не вижу в этом проблемы. Вот смотрите, если вы умеете читать книгу, а мы сейчас говорим о чтении, ну, вы же не задаетесь вопросом, или это достаточно специфический вопрос, как, читая книгу, не зачитаться? Как, читая книгу, не, ну, как это сказать, не сойти с ума? То есть, если вы читаете книгу, если вы понимаете, что вы читаете, что в какой-то момент вы ее можете отложить, если вы устали, но если вы хотите продолжения, вы к ней вернетесь, забросить вам ее не стоит. То есть, в этом смысле каждый человек с книгой, если книга – это метафора отношений, выстраивает, ну, свою какую-то скорость, да, вот сегодня он читает за поем, завтра он на два дня отложил. Да и, ну, не, как это сказать, не читает, да. Читать же книгу можно по-разному, можно нюхать корешок, я не знаю, да, шелестеть страницами, они как-то могут быть интересно шелестеть. Можно перейти в конец и посмотреть, какие там даны ссылки или расшифровка. Ну, действительно, кто-то карандашиком интересные места помечает, кто-то уголки книг закладывает, да, заламывает, кто-то считает, что это категорически нельзя делать, ни писать, ни заламывать. Да, у каждого вырабатывается, может быть, даже свой способ, даже бы я не сказал, что он, вы одну книгу так читаете, а другая книга вдруг оказывается другой, вы достаете карандаш и начинаете закладывать уголки и, может быть, выдирать страницы и носить их с собой и заучиваете наизусть. Ну, то есть, может быть, здесь по-разному, вот, а то, что людям иногда приходится, иногда не приходится, но вот когда приходится учить этот, ну, или сочинять этот алфавит, да, вот вы говорите, он там подает пальто, он подает пальто, потому что он вежливый, но что это значит и что это символизирует, мы это тоже можем разделять. Он подает пальто, потому что вежливый, я могу это как-то проверить, или он подает пальто, потому что он хочет это сделать, да, потому что ему нравится. Алексей, оставим ответ на этот вопрос для следующей программы. Видимо, время закончилось на самом интересном месте. Да, спасибо вам большое за интересный разговор сегодня, спасибо нашим телезрителям, что были с нами. До свидания. Всего доброго. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова